добрый день мои подписчики мои друзья кто заходит на мой канал я поехала на работу и думаю пока еду может быть что-то вам расскажу давно что-то я не болтала ничего разленилась совсем уже не хочется но так как видите присутствие все равно зимы у нас нет но как бы намеки есть по 79 уже надо уже включать кондиционер все равно прохладно я вас переверну на дорогу посмотрите может какие-то признаки осени увидите вот сейчас днем все равно жарко и здесь так и будет днем всегда будет жарко утром или ночью будет прохладно одним все равно год нагреваться до 20 больше ну что ж поедем со мной перевернула вас на дорогу вчера у нас подстригли травку и даже в немножко подстригли пальмы это как бы не входит их работу но пальмочки мои любимые я их выращивала самого малого красивые выросли прошло много лет конечно пока не выросли но все равно как говорится все свое все посажено было моими руками все родное солнечно тихо вот все время говорите где народ где народ но не гуляет здесь народ жарко тропики гуляю только я сочи и такие на эти пешеходы которые просто делают прогулки я обычно одну и ту же женщину встречаю не каждый согласится по жаре выгуливаться знаете так вот чтобы интересно поболтать ну честно вам скажу я иногда смотрю на самом деле передачу не знаю как вы относитесь какую-то новую придумали болталку якобы на детектор и лжи но я чё-то честно говоря не очень верю не очень не может это быть стопроцентно все равно это все равно ну как говорится новомодная вот эти то предсказатели были всякие а теперь вот это по новомодному на детекторы лжи а на самом деле это одно и то же человек может скрывать так что не разгадает ни одна машина ни один психолог как я считаю конечно может быть и ну больше они откровение это опять же психологическое они больше откровенничают ну что знаю что их могут но много специалистов сидит и эмоции будут на детекторе больше и конечно старается быть более откровенными а в основном это очередное шоу естественно для развлекаловки все одни и те же герои со старых передач но иногда все-таки интересно знаете я вот тоже заметила вы любите смотреть то что касается каких-то судеб человеческих каких-то ситуаций интересно всем это чужой человеческий опыт чужие ошибки поэтому все равно мы все смотрим хоть вот даже сейчас каждой что-то такую ерунду смотришь а я уверена что все равно и многие из вас смотрят ради интереса прямой эфир пусть говорят одно и тоже конечно они показывают но я заметила сейчас они на разных по полюс минус и плюс если на пусть говорят значит джигарханяню джигарханян положительно то на прямом эфире про него отрицательное видимо как бы они хоть одно и тоже но будут в разных более резких тональностях а вообще конечно и смех и грех вообще честно говоря стыдно стыдно за наших вот этих популярных артистов с которыми мы выросли которые состарились и вот считают что они все могут позволить молодых шоу могут позволить там все что угодно хотя бы в старости это их право это естественно их право кто за это не осуждает но выглядит это будем говорить мягко говоря смешно ну просто смешно и нелепо и вообще и неестественно 50 лет разница это это вот ну не знаю какое-то отклонение психологическое все прекрасно знают кто живет 10 лет разница и то это уже разница может быть она внешне не отличается но все равно как-то очень сейчас сложно конечно судить что-то кого-то более народ стал свободным более но неестественно все это выглядит и неприятно даже будем говорить лично мне ну неприятно ну боже мой ну что ж такой позор ну естественно какой бы он не был как говорится самое в уме там не в уме все равно уже идут разрушения особенно если инсульты были я работаю вот со стариками все равно у них уже и характер меняться и вот мы сейчас изучаем просто вот и на компьютере мы должны проходить каждый год курсы по поводу вот этих алсермос дезис меньше какие-то вот там происходит голове столько описывать что с возрастом это обычный естественный процесс контакты перестают передавать какие-то там химические импульсы и все и и человек вот становится будем говорить слабоумным и чаще всего просто степенью всех разно слабоумие но слабоумие все равно наступают старости и поэтому как бы тело стареет и мозг стареет естественно и как бы не хорохурились это все равно у меня даже дэниел изменился я же уже много раз говорил он когда был толстый но я вышла за него замуж ему было 37 лет сейчас 53 до он был такой боялся дышать ему боялся что я получу гражданство уйду даже не знаю но он вообще никогда выражение лица будем говорить не менял на из доброго на злое а сейчас у него как у маленького ребенка у капризного раз может измениться прямо настроение моментально не дальше что-то там пошучу неудачно ли скажу какое-то слово он по-своему его поймет у него сразу выражение меняться не а естественно у меня не доходит не до каких-то там словарных тем более физических обид но вот именно вот эти его психи какие-то непонятные вообще не удивляет нужно начинает уже приспосабливаться думаю ну что все мы меняемся я надо изменилась все меняемся поэтому даже в одном браке люди прожив вместе и вроде похожие друг на друга все равно меняется с возрастом вот к чему я подбиваю это неизбежно видимо жизнь и биохимические процессы всякие проходят нервной системы и человек меняться вообще смешно честно говоря и и у нас тут смешно полно всяких смешных передач конечно но я-то видео хочу свои вроде как все-таки знаю же знаменитых всех этих артистов которые сейчас старенькие интересно про них смотреть но кроме стыда ничего не испытываю это честно кроме стыда как бы не пытались их защищать за их заслуги ну будем говорить честно ну если уж насмешили с молодыми женами так хоть был сейчас не выносили это все на публику или за это сейчас платят когда они на передачи ходят из-за этого что ли идут как-то все это конечно выглядит мягко говоря нелепо и обидно что какой пласт кинематографа и все я вот так смотрю все все переженились на молодых но слава богу не все выносят это ну выплывают выплывают да сейчас ничего не скроешь все выплывает ведь как-то удается заманивают на эти передачи видимо все-таки платят хорошо чтобы они приходили и рассказывали прям удивительно так что не я одна болтушка которая все о тебе рассказывает сейчас все сподряд все о себе рассказывают что надо и что не надо видимо наступил такое я не знаю такое время наступило скромно не скромно кому как нравится естественно есть конечно люди естественно правят как здесь говорят ничего себе не болтают не рассказывают ну чаще всего даже вот я работаю в американской среде с американками и мы не переходим границу ну да близких дружеских отношений но все равно все равно я если я спрошу как дела там я знаю тоже живут мучаются и дети и муки как говорится кровь пьют до последнего две у меня таких по 70 лет работают им уже одно 70 другой под 70 и муки и дети постоянно как говорится как пиявки вокруг высасывают последние деньги жутко порой думаешь вроде скучает уже надо жить вместе а порой думаю нет вместе жить не надо ни в коем случае надо все равно иметь свою жизнь иначе ты не будешь сам себе принадлежать и будут тебя только вот эксплуатировать нельзя так неправильно надо конечно общаться с родными встречаться но вот хоть здесь и говорят туда в америке что живут отдельно рано детей как говорится выкидывает но вообще поверьте мне на самом деле и здесь по-разному не могут разъехаться многие живут вместе в одном доме ну что дорого же платить отдельно более менее обеспеченные до разъезжаются те которые малоимущие они живут все-таки большими семьями и мы будем говорить поддерживают друг друга как могут кто-то работает кто-то тоже них не работа на дотациях государственных сидит так же как и везде в любой стране этого мне точно говорю есть баланс так одни работают другие за счет них живут я не говорю о больных и старых а говорю о таких ассимулянтов которых постоянно какие-то причины или работу не могут найти или что-то там то выгнали их то что-то обидели их у нас даже такие есть придут вот и и обычно такие люди они начинают что-то указывать что-то как говорится капать что ли на тебя вот одна была тут сразу начинают ходить на тебя жанна всех жаловаться и и тут же потом со всеми отношения естественно не складываются и находит повод психануть и убежать с работы даже так делает есть такие бросается и убегает потому что сами себе роют яму хотят сразу прийти и ой докладывать здесь любят любят да у есть такой американцев у нас вот одна есть такая дама она постоянно я не знаю и как начальница терпит мне даже вот старая начальница помни жаловалась я чуть-чуть я не пойму что у нас не буду говорить там имя конечно она группа думает как будто она вот но то ей принадлежит помещение где мы работаем это здание то деревня наша она готова я тоже так от нее устаю все время она приходит про всех все рассказывать я грудок ну неужели нельзя как то это дать понять что них вообще удивляюсь начальница мне такое говорила ну что она на меня там что-то тоже сказала я группа ты не правда это неправильно и вообще почему она тебе это позволяет говорю так что докладывает будь здоров все что надо и не надо этим считает что они приближены вот как раз вот это которая докладывает она от природы грамотно но ленивая не получила никакого образования но постоянно вот трется около медсестер около начальника изображая себя умную хотя ну да конечно она грамотно по сравнению с нами иммигрантами естественно темнокожими еще бы родилась в этой стране стыдно так мы хотим не вот этим курсы сеной ноги ими на медсестер выучились она даже среднюю школу не закончила но зато она светлокожая трое у нее детей от темнокожего кстати заболел мужу пару лет назад какая-то инфекция умер но ведет себя так как будто она владелица есть везде одинаковые совершенно что я я в россии всегда работала и там были разные здесь тоже самое есть скромные есть постоянно лезут к начальству а еще знаете такое смешно было когда начала работать первый год я работала устроилась а ну вот хаус киппингом у на этих на карах ездили по домикам убирали на территории вот все время они девчонки спорили я понять не могла у дэнила спрашиваю одна другой там и браун ноус браун ноус это коричневый нос перевод я вам говорю думаю чего они друг на дружку у тебя там коричневый нос сердится ругаются я тогда еще только вообще английский знаете пыталась склеить все вместе чтобы понять о чем говорят ну а даниил говорит это вот браун ноус называют тех кто подлизываться к начальству и да и про других рассказывают смешно конечно браун ноус коричневый нос поняли дал в какашках наверное лимит имеется ввиду запачканный запачканный вот чем дело вот такая поговорка вспомнилась мне браун нос вот видите еду раньше здесь машин не было вообще разрастается нашего сестры и строя машин становится больше как-то вот когда ну уже столько лет здесь живу я сколько с 2001 года долтония орландо жила поэтому все здесь расстраиваться больше народу становится больше всяких магазинов больниц госпиталь второй построили деревня то наша тоже расстраиваться вот эти вот слева мобильные домики не знаю вам видно ли нет и вот все сносить и строить расширять нашу работу ну какую-то компенсацию им выплатят но они будут обязаны переехать в другие вот поселения мобильных домиков никому это не нравится потому что но здесь же уже привыкли все вокруг сервис и работа многие вот работают у нас можно сказать ходят пешком или на велосипеде ездят а ведь куда-то уехать и вот далеко от работы это надо будет машину покупать машина здесь практически всех но тем не менее некоторые и на велосипедах ездит здесь кто рядом с работой вот такие у меня навеяли эмоции разговор с вами сейчас как раз вот все это уже отца слева забор железный это все уже как говорится вот это моя деревня для старичков пансионат территория деревья у нас такие высокие старые и вот домики стоят день и живут первоначально самостоятельно совершенно самостоятельно только у них убирают ездят вот на электрокарах у нас департмент есть house keeping называется и вот они ездят убирают я так работала первый год пока не предложили закончить курсы и перейти вот в здание работать уже медицинским таким вот ассистентом техник техничный тег называет раньше писали сены на наших этих айди сертифика сертифика нерсинг ассистент а сейчас пишут медтек медикал технишин вот и все поменяли название вот подъезжая к нашему security нужно обязательно помахать ручкой иногда выходят иногда даже сидят не это не шевелится ну ладно помахала ручкой вот слева моё здание а такое неказистое одноэтажно вот но все удобно вот такие длинные коридоры потому что комнаты комнаты по этому коридору каждого коридоры бегаю я по ним 16 человек час еще парковочку вот сюда паркуюсь а то что вот перед нами тоже тут парковка с другой стороны вот напротив парковаться нельзя запрещено хотя вот смотрю дамочка паркуется работница но если ненадолго а так нельзя потому что это для старичков для пенсионеров ну вот и все подъехала и поболтала с вами что могла то рассказала все давайте пока до свидания до новых встреч а завтра завтра знаете я куда иду завтра я иду на такой марафон брест-канцер страйт вог называется ну вот для рак груди вот собираются донейшин делают взносы платят но такая вот типа митинга прогулки такой с людой она мне каждый год приглашала и я все никак не могла вот завтра обязательно пойду и там посмотрю что там как покажу вам пока